Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! В общем, все просят, чтобы мы сделали видео про отца Сергия Романова. Интересный батюшка. Да. В общем, мы убежденные православные христиане, люди с богословским образованием, популяризаторы научного взгляда на жизнь, будем сейчас защищать старца Сергия от нападок наших православных единоверцев. Несмотря на то, что речи старца Сергия Романова, особенно про чпизацию, про экуменизм, антихриста, вызывают у нас стойкое отвращение. Потому что эти речи – это антинаучный бред. Ну, антинаучный, но это не бред. Бред – это когда с головой не в порядке. Бред имеет конкретную клиническую картину. А то, что говорит отец Сергий и другие старцы, взято из конкретных нарративных письменных источников, а именно из жёлтой прессы, которая в 90-х годах после отмены советской цензуры массово начала продаваться на коммерческих лотках. И на этих коммерческих лотках лежали самоиздатовские книжки. С одной стороны, там, порнография, вроде каких-нибудь там похождения космических проституток. С другой стороны, инструкции по какой-нибудь магии Вуду. А посерединке как раз про православную церковь. Тут и про чипы, и про 666, и про чудеса блаженной Матроны, и про окаменевшую девушку с иконой, и про старца Паисия, и про компьютер по имени Зверь. То есть всё то, что сейчас старцы любят говорить, ну, с небольшим изменением. А там и, по-моему, даже про исцеление молитвой, про исцеление бесов. Ну, конечно, про исцеление молитвой, про исцеление мощами, про изгнание бесов, про прозорливых старцев. Как старцы своим духовным чадом говорят, что делать, в какой конкретной жизненной ситуации, и потом оказывается, что это решение оказалось совершенно правильным. Да, нехило, интереса очень. И одни и те же тексты, только их дорабатывают. То есть старцы читают жёлтую прессу. Это как? Старцы не читали жёлтую прессу. Старцы, они вообще ничего не читают. Старцы истинные. Они передают информацию из уст в уста. От учителя к ученику. Они ездят по монастырям. Там другие старцы им рассказывают, что они делают, во что они верят, что они узнали. А вот лично я эти книжки, которые старцы пересказывают, я их видел, я их читал, я их покупал на коммерческих лотках, я их читал. Кстати, мы с тобой на даче, вот этими первоисточниками того, о чём вещают старцы, мы этими источниками топим печку. Да, ну да, люди уборку делают, старые книги и газеты выбрасывают, мы их подбираем, бумага мягкая, горит хорошо. И вот эти самые старцы, догматическое богословие, не изучали. Из уст в уста пересказывают то, что лежало на коммерческих лотках между порнографией и магией. То есть вот вещать такое, это просто не уважать слушателей. В век интернета же можно всё проверить, можно всё почитать, можно загнать фрагмент текста и узнать, откуда этот текст взят. Вот Ставец Сергий вещает не бред, а на своём примере показывает, как плохо быть некомпетентным в каких-то вопросах, как плохо быть мракобесом. Это точно. Поясняю. Обскурантизм от латинского «obscurans», затемняющий по-русски, это мракобесие, враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу. И критикуют отца Сергия Романова именно за мракобесие. Точнее, не критикуют за мракобесие, а грубо тыкают ему в лицо доказательства того самого мракобесия. То есть, его неправоты. Он в ответ злится. На самом деле, отец Сергий, он не злится. Злятся его последователи. Объективную критику они воспринимают, как оскорбление своего духовного отца. И готовы защищать своего духовника, используя грубую физическую силу. И тем самым они вредят и своему имиджу, и имиджу своего духовного руководителя. К сожалению, да, очень обидно. Лучше бы они своему духовному руководителю ну, какие-нибудь более научные сведения давали озвучить. Вот это да, это было бы дело. Какое-нибудь, что-нибудь по политологии, по экономике. Ну, и по догматике тоже. Ну, он бы лучше вместо антисемитизма ну, какой-нибудь марксизм бы проповедал. Ну, это да, это точно. Недавно мы записали фильм про старцев, в котором мы подробно раскрыли тему, как работает старчество в традиционном, даже в языческом обществе, и как работает оно у нас, у христиан. И вот этот самый отец Сергий Романов это характерный пример старчества. Это типичный православный старец. И благочестивый, и прозорливый, и духоносный, и изгоняющий бесов, и любимый своими последователями. И у него монастырь, и монастырь развивается. И в монастыре есть и приют, и богодельня, и сельское хозяйство. И биография у старца весьма типичная. Вот он жил, грешил, потом покаялся, потом встал на путь духовный. И преуспел. Да, и преуспел на этом духовном пути. И получил от бога разные духовные дары. А, да, здорово. Вот, ты называешь его старцем. А критики его называют младостарцем и уже старцем. Ну так потому что старец и младостарец, это одно и то же. Принцип действия один и тот же. Просто младостарцем начинают называть хорошего, прозорливого и духоносного старца после первого скандала с участием этого старца. Но ведь старца Николая Гурьянова или Кирилла Павлова и им подобных никто не называл же ни младостарцем, ни уже старцем. Ну так повезло. Вот отца Сергия Романова тоже никто не называл младостарцем до вот знаменитой истории, когда он публично высказал свое мнение о политике патриарха Кирилла. Что как только это произойдет, то сейчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род. То есть высказался просто неполиткорректно, но... Ну высказался неполиткорректно, но честно. Начальству это не понравилось. Начальство его послало под запрет. А священники, которые не хотят соиться с начальством, они сразу сказали, ну да, значит это не настоящий стаец, значит это уже стаец. И сразу быстренько нашли аргументацию, подтверждение своих слов. Тут же наговорить можно все что угодно, когда речь идет о духовности, о том, стаец настоящий или не настоящий, правильно ли молится, правильно ли бес изгоняет. Ну да, ну все началось с того, что патриарх Кирилл и другие высокопоставленные иерархи пошли на поводу светских властей, закрыли все храмы на карантин. Да и священники тоже покорились, служа в пустых храмах. Ну да, служат непонятно для кого в пустых храмах. А потом удивляются, что им народ деньги не несет. А за что деньги-то? За что деньги-то? Ну да, и стаец Сергий высказался неполиткаретно, зато честно. Как только началось возрождение церкви, так всем внушалось, что надо ходить в храм. Толпа в храме, показатель веры. А теперь вдруг раз, и не надо ходить в храм. А что это вдруг? Тут еще очень важно, как в православной церкви навязывалась необходимость хождения в храм. То есть, не важно, что не понимаешь церковно-славянский язык, не важно, что тяжело стоять, не важно, что душно, не важно, что ничего не слышно. Надо все равно идти через силу, стоять в храме, потому что служба идет. Бесы все это слышат, бесы власть над человеком теряют. Толпа в храме большая, это показатель духовности народа. Новомученики пострадали именно за то, что ходили в храмы. И вдруг раз, и оказывается, что в храмы ходить больше не надо, если верить словам патриарха. Принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями в России. пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Не то, что больше ходить не надо. Из слов патриарха следует, что и раньше не надо было туда ходить. Получается, что тогда по логике и новомученики зря пострадали. Раз советская власть храмы закрыла, монастыри разогнала, то, значит, тогда тоже надо было, как Мария Египетская, спасаться. А чего люди протестовали против закрытия храмов? И никого слова патриарха не смутили. Это должны были бы для начала потребовать подробных объяснений, почему вдруг так, а не иначе. Мы сейчас даже не говорим, заменяет ли просмотр богослужения по телевизору, присутствие в храме. Мы говорим именно о позиции конкретного патриарха Кирилла в конкретной ситуации. Сначала посещение храма, церковь считала необходимым. Сколько детских слез из-за этого было пролито, сколько семей из-за этого распалось. Даже шокирующее видео было о том, как пока мамочка в храме молилась, ее ребеночек ходил везде, изнемогал, уставший, бедный, замучившийся. Сначала по храму ходил, потом по территории храма ходил. В конце концов упал в бассейн и утонул. И мамочка его пыталась молитвами воскресить. Пока женщина была в храме, ее 9-летний сын упал в водоем, но мать ей не думала вызывать врачей. Она решила, что ребенку помогут молитвы. Вернувшись из храма, женщина решила воскресить ребенка с помощью иконы святой воды. К такой реанимации она постаралась подключить и послушниц. То есть от патриарха требовалось хотя бы объяснить свою точку зрения. Произошло вот, что просто 30 лет навязывали ходить в храм, и вдруг одним словом патриарх говорит, все, не надо ходить в храм, спасайтесь, как Мария Египетская. А что произошло? Почему раньше надо было ходить в храм, а сейчас не надо ходить в храм? Вот именно, что случилось, непонятно. То есть, значит, или до этого церковь врала про необходимость хождения в храм, или сейчас церковь соврала, отменив необходимость хождения в храм. И только старец Сергий Романов возмутился, как умел. Ведь обратите внимание, чего нет в реакции церковных спикеров официальных на ситуацию вокруг Сергия. Нет дискуссии по существу. То есть его обвиняют в непослушании, в гордыне, еще в чем-то, да? И стал народный герой, как Степан Разин. Ну, до народного героя ему далеко, потому что до тех проблем, которые он озвучил, большинству народа дела нет. Если бы он высказался против ношения масок и перчаток, как печати Антихриста, а еще лучше бы привел врача, который говорит о неэффективности этих масок и перчаток, о потенциальном вреде, который может нанести ношение этих масок и перчаток, сказал бы, что вот ношение маски это как намордник, чтобы унизить людей. Что самоизоляция это, как... Просто загнать в стойло, и все. Не электронные кольцлаги, а именно самоизоляция, чтобы экономически избыточное население просто заморить голодом. Да. Чтобы люди не могли выйти погулять, чтобы они окончательно свое здоровье угробили. Угробили. Особенно пожилые, чтобы им пенсии не платить. Ну вот пригласите специалистов, полно же таких есть. Да, полным-полно. Независимых экспертов, которых можно, естественно, вызвать. То есть не про чипирование говорите, а говорите про конкретный вред от самоизоляции. И не разбавляйте его антисемитизмом. Точно. Не нравится вам Путин, то, пожалуйста, послушайте любых оппонентов. Да. Любых противников существующей власти. Ну без всякого там Белозара, без всякого масонского заговора. Это точно. Не отгоняйте от себя ваших потенциальных политических союзников. Хаббатники Белозар и его окружение правят в России. Дают указания президенту Путину, патриарху Кириллу для развала России и церкви, что вы сейчас и видите. Сплошной амбан лицемерия и фарисейства. На данный момент Белозар и Хазарский каганат в России окружение Путина на окружение патриарху Кирилла хотят нас втянуть в гражданскую войну. Другие промолчали и только отец Сергей Романов высказался так, как умел по совести и с учетом своего невежества по конкретным вопросам политическим и медицинским. «Смерти-то нет. На самом деле довольно много священников возмущалось такими словами и действиями патриарха». Ну и где эти возмущения других священников? Они возмущались не публично, а тихо. Ну и что толку от этих тихих возмущений? Если возмущаться каким-то действием политическим, то это надо делать публично. Надо на свою сторону призывать сторонников. Это да. Здесь нельзя молчать. Надо на свою сторону призывать противников существующей власти. Ну вот так работает политика. А что толку от того, что тихо там где-то кто-то высказался боясь за свою карьеру? Так ничего не добиться. Это точно. Отец Сергей возмутился публично и не испугался. И уже ему за это честь и хвова ну правда на него все сразу и набросились. Ну конечно набросились. Его обвиняют и в прелести, и в ереси, и в корысти, и в непослушании. В общем во всем и сразу как обычно. Ну это классика жанра обвинять во всем сразу. По-моему самое главное обвинение это то, что он сидел в тюрьме за убийство, а убийство это каноническое препятствие для священства. И это говорят священники, которые в семинарии изучали такую дисциплину, которая называется церковное право. У нас вот в государстве источник власти это народ. и вот если народ решил продлить полномочия президента, а конституция этому противоречит, то значит надо от имени народа поменять конституцию. А в церкви не так. В церкви есть понятие экономия. То есть епископ своей властью для любого человека персонально может сделать исключение и отойти от церковных правил. Именно так и было сделано для отца Сергия за его духовно-нравственные качества. И причем сделано было правильно. Вот сколько лет он верой и правдой служил Богу и церкви до тех пор, пока не возмутился конкретными словами конкретного патриарха в конкретных обстоятельствах. Да. И кстати в РПЦ полным-полно священников второбрачных, то есть который когда-то еще когда не был священников со своей женой развелся, потом на другой женщине женился, а потом принял священный сан. Таких кстати тоже нельзя по правилам делать священниками, а их полным-полно и по той же самой экономии. И кстати они неплохо справляются со своей работой. Экономия законный способ не исполнять закон. Экономия это пережиток древности, когда еще не было понятия правовое государство. То есть законы самые разные были, но человек стоящий у власти всегда был выше любого закона, потому что он человек стоящий у власти. И власть этого человека в принципе можно было оспорить, но для этого надо было применить военную силу. А еще отца Сергия обвиняют в том, что он абсолютно неправильно изгоняет бесов. И еще интервью у них берет. Дух имя твое, дух! Не скажи! Нет! Дух имя Дух 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 Проклятье Дух Дух проклятье в ней сидит! Дух проклятье! Отец Сергий Романов изгоняет бесов так, как он научился у своих духовных руководителей, у своих духовных учителей, тоже прозорливых, продвинутых старцев, тоже изгоняющих бесов. Где он этому научился, мы не знаем. Он, как истинный стаец, получает духовные наставления из уст в уста. Полным-полно других священников, экзорцистов, которые изгоняют бесов в точности так же. В монастырских потеряках и житиях святых полным-полно рассказов о том, как святые абсолютно так же изгоняли бесов. И даже как они с ними устраивали поболтушки, что не странно. Сначала поговорил, потом прогнал. Но ведь есть же такое. Ну да, правила изгнания бесов у нас не догматизированы. Ну ладно. Вообще-то монастырские потеряки это нарратив. Это художественное повествование. Я думаю, что отец Сергий не знает даже такого слова нарратив. Он, может, и не выговорит его даже. А монастырский потеряк для него это авторитетный источник. И это опять вопрос к церковным иерархам. Почему для современных православных христиан всякие жития святых, монастырские потеряки и прочие нарративы это вместо учебников педагматики основной источник знаний о своей православной вере. Ну да, бесогонство и чудоверие в моде. Да, вот непонятно, почему в православной среде в моде чудоверие, суеверие, изгнание бесов, лечение иконами, такой культ какой-нибудь косточки и тряпочки, если она привезена из Греции. Почему вот, например, в других христианских конфессиях нету подобного мракобесия? Почему у них люди, например, изучают Библию? И даже близко к тексту могут ее пересказать? Ну да, а у нас крупнейшая христианская конфессия, большинство членов которой не читают Библию. Ой, конечно, Зато ставят свечки, целуют иконы, лечатся Матроной. Отца Сергия еще обвиняют в жестоком обращении с детьми. Ну, а что тут жестокого? Ну, розыгами бьют, ну, в карцер запирают. Думаю, что если с ними так поступают, то, вероятно, эти дети не слушаются своих воспитателей, а слова не понимают или не хотят понимать. Приходится применять более суровые способы воздействия. Ну да, но еще считается, что розыга это вообще не педагогично. Ну, так, монастырь это уголок средневековья, а телесные наказания в средневековье это норма. Например, в домострое розыга описана это как вершина педагогики, потому что альтернатива розыги в те времена это удар кулаком в рожу, а если силы не рассчитать, то и убить можно. А розыга считается, что тело не повредит, а душу исправит. Так что отец Сергий все правильно делает в рамках той системы, в которой живет и работает. А как человек, имеющий опыт пребывания в тюрьме, он прекрасно знает, что будет, если воспитатели не заставят воспитуемых соблюдать правила поведения. Ну, так это элементарно понятно, что будет. Значит, из среды этих воспитуемых появятся неформальные лидеры, которые всех остальных воспитуемых подомно под себя. И эти воспитуемые будут на них работать. И все не будут подчиняться воспитателям. И здесь как раз будут уже настоящие жестокости. Будет более жесток, чем розги и карцер, потому что будут и избивать, и насиловать, и даже убивать. Да еще и на наркоту друг друга посадят. Ну, это будут и наркотики, и полноценный криминал внутри исправительного учреждения. Какая гадость. Это бывает и в детских домах, и в колониях, и в тюрьмах. Это хорошо известная ситуация. Поэтому принципиально важно, чтобы всех заставить слушаться воспитателей и заставить соблюдать правила. Непокорных надо или удалить, или сломить. Ну, в общем, да. Ну, вот Ксения Собчак нашла бывших воспитанников этого монастыря. И они рассказывают, как их плохо кормили, как их не лечили, даже унижали. Ну, так еще раз повторяем. Монастырь это уголок Средневековья. Почему современный монастырь это уголок Средневековья? Это вопрос к церковным иерархам, которые отца Сергия Романова в служении запретили. А так как монастырь это уголок Средневековья, то там можно найти все прелести России, которую мы потеряли. Это и тяжелая физическая работа, и плохая еда, и отсутствие медицины, и телесные наказания. Еще отца Сергия обвиняют в том, что он самовольно захватил монастырь. Он воспитан в лучших традициях феодального общества. И криминал, и РПЦ до сих пор живут при феодальном строе. признаки этого феодального строя элементарно, очевидно, видны тому, кто хоть немножко знает историю Средневековья. Отец Сергий вложил в монастырь свой труд, свои деньги, и поэтому считает, что имеет на этот монастырь вполне законные права. Это получается примерно как ситуация, когда арендатор взял в аренду помещение, сделал за свои деньги в этом помещении евроремонт, и хозяева помещения взяли и подняли ему аренду. Но только при капитализме принято судиться, а при феодализме пришел и силой взял то, что считает своим. Окружил себя верными людьми. Ну и попробуй отними. Попробуй отними. А ведь не исключено, что имущественные права на монастырскую собственность могут принадлежать и не церкви. Так элементарно. Ну, например, храм принадлежит РПЦ, а территория вокруг храма принадлежит частному лицу или какой-нибудь некоммерческой организации или какому-нибудь фермерскому, хозяйству. И они построили вокруг своей земли забор. И могут за этот забор никого не пускать. Да, запросто. Так что, возможно, отец Сергий хоть и мракобес, но не дурак. И все сделал так, чтобы защитить свои права на то, что считает своим. И даже более того, что если отец Сергий имеет законные права на какое-то свое имущество в этом монастыре, он имеет полное право там находиться. А так как еще есть свобода вероисповедания, то он имеет право с монастырской колокольни плевать и на патриарха, и на РПЦ. Он так верит, он считает, что так правильно. А кто ему запретит? Он имеет право верить хоть в макаронного монстра, хоть в Иисус Христа, но не так, патриарх считает правильно, а как он сам считает, как он научился у своих духовных руководителей, как он прочитал в Библии, ему не указ ни РПЦ, ни патриарх. И хоть и мракобес, но ... Ну хоть мракобес, но мракобесие не запрещено. Можно верить даже в плоскую землю. А его и в политику подтянуло. Он даже претендует на должность главы нашего государства и обещает за три дня навести порядок. И предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне Схиегумену Сергию. Три дня я наведу порядок в России. Ой, ну я прямо вспоминаю нашу любимую лекцию из разведопроса Гоблина Жукова, которая называется о коррупции в России. Ну просто меня очень интересует как отец Сергий собирается за три дня навести порядок в России. Он за три дня даже поездом из конца в конец не проедет. То есть это малолетний пишет со своей точки зрения как бы было при нем, если бы он был такой вот замечательный малолетний монарх с мозгом 15-летнего подростка. сейчас я думаю его бы не то что табакеркой его бы там это однако говорит обещает Богородицу подключить. Ну я прям представляю как я представляю как он это сделает. Примерно как в клипе группы Батюшка совершит какой-нибудь обряд пустит икону Богородицы в плавание по реке и пусть она плывет и наводит порядок. А если порядок не наведется значит Богородица не захотела. Ну так а Богородица то и не пойдет против Иисуса Христа потому что царство их не от мира всего. Ну да Иисус Христос он даже в Израиле не навел порядок. у него была возможность когда его хотели сделать царем он отказался от этого. Богородица она тоже Царица Небесная называется и почему они должны слушаться какого-то отца Сергия Романова. Почему они именно этого батюшку должны слушаться а не какого почему они например не Патриарха Кирилла должны послушаться почему Богородица например не послушалась панк молебна группы Пусириот в храме Христа Спасителя они тоже спели Богородица дело Путина прогони а Богородица Путина не прогнала почему Сергия Романова Богородица должна послушаться Ну вот и да есть Бог который дал людям свободу устраивать политическую систему какую они хотят Поживут как нибудь Отец Сергий утверждает что на его стороне очень много людей и даже армия Духовные силы в России есть о которых вы даже не подозревали силы у нас есть и в армии и во флоте и во всех структурах Ну так он глубоко заблуждается На его стороне довольно небольшое количество его фанатически преданных сторонников которые могут максимум покричать покидаться камнями потому что для того чтобы организовать какое-нибудь даже примитивное антиправительственное движение надо иметь знания и умения причем не абы какие а специальные простейшее это иметь поддержку широких народных масс обязательно а не каких-то нескольких десятков своих единомышленников предлагаю собрать народный поместный собор перед которым должны как перед судом божьим предстать предатели и изменники родины отец сергий он с большим количеством людей работать не умеет он вот монастырем заведует сколько там ну там сто человек ну двести триста максимум он не представляет вообще как управлять какой-нибудь большой структурой он не представляет как управлять политической партией и надо в своих речах не про мифическое чипирование говорить а про социальную несправедливость перед второй третьей волной коронавируса хотят прежде всего в первую очередь поставить армии флоту через вакцинации микрочип чтобы всех вне зависимости от национальности загнать в стойло электронный лагерь сатаны то есть надо говорить да в своих речах надо говорить про социальную несправедливость говорить про то что текущая власть делает против большого количества народа и не про то что нет пандемии а то что пандемия есть но ее используют в определенных политических целях то есть если хочешь говорить про пандемию назови маски и перчатки печатью антихриста но только потом приведи врача который скажет что эти маски и перчатки от вируса не помогают что от них больше вреда чем пользы да именно что дышишь своим же углекислым газом портишь легкие сажаешь иммунитет и все что только можно при этом бреют руки в этих синтетических перчатках что вот эта самоизоляция дурацкая что именно запрещают вообще выходить на прогулки которые необходимы всем в том числе и очень пожилым людям и потом сделать вывод что это не какое-то там мировое правительство или какой-то беллазар что-то хочет устроить плохое а текущий президент хочет используя пандемию сократить уничтожить уничтожить экономически избыточное население да то есть хочет уморить стариков чтобы им не платить пенсию вот вот это вот доказывать надо а не какую-то теорию заговоров которую верят и просить всякие штрафы за выходы на улицу чтобы отнять последнее у людей вот да то есть не то что какой-то там жидомасон чего-то делает а конкретный текущий президент делает конкретные неправильные действия и тогда вот на вашей стороне будут все кто недовольны действиями этого президента это к вам сразу и полно и за границы помощников набежит и это тоже и на руках внесут в президенты вот да как есть на руках внесут народ внесет в президенты вот вас уважаемый просто сам народ ну конечно потом народ раскается в этом потому что мракобес во власти это плохо но политика делается именно так ну послушайте вы хотя бы оппозиционных политиков в любых странах что они говорят как они действуют ну не так как делает это Сергий Романов это точно ну получи ну если сам не умеешь ну хотя бы помощника возьми Путин и его окружение ведущие страну по пути цифровизации нюргерский процесс постановления которое не имеет сроком давности да ведь хорошие старец жалко что мракобес жалко что с ним так плохо поступили ну потому что в современном мире надо учиться если в чем-то сам не разбираешься бери помощников которые разбираются оставить это по определению мракобес это человек из совершенно другого общества из донаучного общества из докнижного общества старец это человек из традиционного общества это человек из средневековья и поэтому сейчас и нет настоящих старцев и поэтому сейчас настоящих старцев нету есть только младо старцы потому что советы вот такого старца мракобеса они до добра не доводят и рано или поздно любой кто занялся старчеством он попадает в скандальную ситуацию когда он кого-то или заморил голодом или загнал в деревню где он умер потом от отсутствия медицинской помощи или он там продал квартиру раздал деньги бомжам или пожертвовал на храм и теперь начинает возмущаться а почему мне на жизнь почему мне жить не на что и это возникает сразу скандал и церковное руководство сразу обвиняет этого старца в младостарчестве потому что если не обвинить в младостарчестве то тогда ответственность сразу на епископе на епископе который над этим в епархии которого этот стаец действует то есть ты епископ почему ты позволяешь такой псевдохристианской секте у себя работать поэтому проще сказать а это мракобес это младостарец я не виноват ну да а духовное чадо просто пойдут искать другого такого же конечно мы будем и дальше следить за ситуацией вокруг отца Сергия в данный момент идет информационная борьба да сторонники официальной РПЦ как правило показывают отцу Сергию на его некомпетентность в каких-то конкретных мелких вопросах всячески старается избегать серьезных тем которые отец Сергий поднимает ну например неправильных действий епископов и патриарха то есть политика такая что не стоит слушать этого дурака вот видите он здесь сказал глупость здесь сказал глупость здесь сказал глупость поэтому когда он и про патриарха плохо говорит что патриарх в чем-то не прав ну не надо его слушать это такая же глупость ну да а именно когда он озвучивает самые разные темы зачитывая с бумажки тексты которые явно не сам писал так что сейчас он является ропором самой разной оппозиции которой не нравится нынешняя власть да все подходят к нему кто чем-то недоволен говорят что они против патриарха против президента если входит в доверие то вероятно пишут свои доклады и отец сергий это коратор да он их озвучивает поэтому нету единой политики в том что отец сергий в своих проповедях говорит и если появится кто-то разумный и разбирающийся в политике и в экономике и будет писать для него доклады то будет интересно если вечер отцу сергию будет писать более толковый человек то могло бы получиться что-нибудь интересное то есть могла бы возникнуть реальная политическая сила и как эта политическая сила будет взаимодействовать с существующими сейчас политическими силами об этом можно только догадываться сейчас пока отца сергия не трогают потому что светская власть боится его тронуть и церковная власть тоже боится его тронуть и поэтому он в общем-то говорит все что считает нужным и вокруг него собирается все кто недоволен текущей властью и чем все это кончится пока неизвестно да пока не знает никто и все смотрим следим надеемся что все таки хотя бы не хуже главное чтобы на этом мы прощаемся с вами это были семьеведы любители Колян Платков Елена Магадан подписывайтесь на наш youtube канал Платочек ставьте лайки пишите комментарии если поставили дизлайк напишите за что дизлайк будем работать над ошибками до встречи в следующих видео спасибо за внимание до свидания